Ребята всем привет, сегодня я вам расскажу про померанского шпица, прежде чем мы начнем хочу вас попросить подписаться на мой канал, а также нажать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Померанский шпиц, это популярная порода декоративных собак, известных своим миниатюрным размером и очаровательной внешностью. Несмотря на небольшой размер и игрушечную внешность, не стоит недооценивать характер померанского шпица. Эти собаки достаточно игривы, ласковы и дружелюбны, но могут проявлять недоверие и даже агрессию к незнакомцам, особенно из-за отсутствия воспитания и дрессировки. Так кто же он такой, маленький померанский шпиц, каковы особенности его содержания и ухода? Описание породы, характер. Одна из хороших черт, которыми обладает померанский шпиц, это сообразительность и интеллект. Представители породы прекрасно подаются воспитанию и дрессировке, но при этом проявляют необычайную изворотливость в попытках получить от владельца желаемое, будь то игрушка, лакомство или просто ласка. Шпиц любит движения, веселые игры, обожает бегать на природе, плескаться в воде, валяться в снегу. Такую активность собаки сохраняют довольно долго, поскольку старость у этой породы наступает позже, чем у большинства маленьких собак. Поэтому регулярные занятия и игры на свежем воздухе с ним будут чрезвычайно полезны в любом возрасте. Померанский шпиц, игривая, жизнерадостная и задорная собака, которая станет для владельца замечательным компаньоном. Эту маленькую собаку без проблем всегда можно взять с собой. Она прекрасно переносит путешествия, и с удовольствием будет сопровождать хозяина на прогулке. Собака со временем вполне способна стать для своего хозяина не только верным другом, но и хорошим лекарством от депрессии. Особенно если речь идет об одиноких людях. Они так сильно привязываются к хозяину, что со временем перенимают черты его характера, со спокойным человеком померанский шпиц будет вести размеренный образ жизни и не доставлять особых хлопот. Шпицы легко подстраиваются под режим дня хозяина, чутко улавливают смену его настроения, моментально реагируют на упреки или похвалу. Эта порода – не лучший вариант для семей с маленьким ребенком. Причина – маленький размер питомца. Малыши могут обращаться со шпицем небрежно, принимая его за игрушку, могут играючи причинить ему боль. Из-за этого собака становится раздражительной и нервной. Для детей среднего возраста померанский шпиц станет настоящим другом и неизменным спутником. У представителей этой породы очень звонкий голос и великолепный слух. Собаки имеют склонность к чрезмерному лаю, бурно реагируют на звуки и подозрительные движения. Устранить эту врожденную особенность можно после соответствующего обучения. С другой стороны померанец становится надежным звонком, сообщающим о приходе гостей. С другими домашними животными померанский шпиц уживается хорошо, но эта порода склонна к доминированию. Маленький шпиц, несмотря на небольшой размер, по своему характеру является лидером. Другим четвероногим обитателям придется смириться с его желанием быть первым. Померанец ведет себя, как большая собака, ему периодически придется напоминать, кто в доме хозяин. Померанский шпиц быстро осваивается как в квартире, так и в частном доме. Легко приучается к лотку или специальным пеленкам, занимает мало места. Уход и содержание. Уход за шерстью. Несмотря на то, что шерсть померанского шпица чрезвычайно густа и пушиста, уход за ней не так сложен, как кажется на первый взгляд. У собак этой породы практически не образуется колтунов, разве что между пальцами, за ушами и на бедрах. Расчесывать питомца можно не более двух раз в неделю при помощи щетки и редкой металлической расчески с тупыми зубьями. Подшерсток каждый день вычесывать не нужно, иначе рискуете оставить собаку без остевого волоса. Не забывайте выстригать лишнюю шерсть между пальцами, возле анального отверстия и в ушах. Груминг шпица может быть самым разнообразным. Из собаки сотрудники салонов для животных с удовольствием сделают медвежонка, лисенка, или же просто приведут в порядок естественную форму опушки собаки. Не рекомендуется стричь шпицев самостоятельно, можно испортить шерстяной покров, формирующийся годами. Купать померанского шпица часто не стоит. Частое мытье даже с применением специальных шампуней способно пересушить кожу собаки, вызвать ее раздражение и усилить работу сальных желез. Обычно, чтобы питомец был чистым, достаточно после прогулки протереть ему лапы и пройтись по шерсти щеткой. Во время леньки животных лучше не мыть, иначе шерстяной покров сваляется и его будет трудно расчесать. Перед тем, как купать любимца, его нужно хорошенько выгулять и расчесать. Шампунь нужно подбирать в соответствии с окрасом. Перед купанием заткните собаки ушки ваткой, чтобы избежать попадания воды в слуховой проход. После душа лучше всего обтереть питомца полотенцем и хорошенько высушить феном. Старайтесь не допускать сильного отрастания когтей, они деформируют лапы шпица и затрудняют его походку. Когти подрезают по мере необходимости специальным инструментом, когтерезами. Делать это нужно очень аккуратно, чтобы не задеть кровеносные капилляры и нервные окончания. Если случайно задели пульпу, продезинфицируйте пострадавший коготь перекисью водорода или порошком белого стриптоцида. Регулярно проверяйте уши и глаза питомца, очищайте их при помощи ватки, смоченной в специальном средстве. Не забывайте осматривать и чистите зубы собаки специальной щеткой. Зубы у померанского шпица – слабое место. Вследствие селекции они могут неправильно расти, молочные зубы выпадают проблемно, мешая развитию коренных. Зачастую приходится обращаться к специалисту для их удаления. Зубы подвержены образованию зубного камня, если за ними не следить, они быстро портятся. Прогулки и физические нагрузки Померанский шпиц очень любит гулять, собаке необходима физическая нагрузка. Поэтому, если хотите иметь здоровую собаку, почаще выводите вашего пушистого друга на улицу. В день собака должна проводить на воздухе минимум 40 минут. Прогулка должна быть активной и сочетать в себе не только выгул, но и дрессировку, а также подвижные игры. Обязательно надевайте на собачку шлейку, а также ошейник от клещей. Собака шпиц очень любознательна, и иногда может делать вид, что просто вас не слышит. Особенно бдительным стоит быть, проходя неподалеку от проезжей части, да и вообще спускать шпица с поводка следует лишь на закрытой территории. Представители этой породы совершенно бесстрашны, это часто толкает их на очень сомнительные, а иногда и трагичные авантюры. Отстаивая свою территорию, он может слайм наброситься на собаку, значительно превосходящую его по размеру. Особенности содержания в доме, в квартире. Особенность померанских шпицев, хрупкий и тонкий костяк. По этой причине собачки склонны к травмам и переломам. Не разрешайте питомцу высоко прыгать. Не оставляйте их одних на мебели или на кровати. При спрыгивании собака может получить повреждения и вывихи. Взяв на руки, аккуратно поставьте собаку на пол. Не допускайте питомца к проводам или мелким предметам, которые можно погрызть. Собака спокойно спит как на хозяйской кровати, так и на отдельной лежанке на своем месте. Будучи животным деликатным, шпиц вряд ли будет будить хозяина с утра. Но стоит владельцу приоткрыть глаза, как из-за горизонта появится улыбающаяся лисья мордочка любимца. Внимательно отнеситесь к подбору надежного ошейника, чтобы шпиц не мог из него выбраться. Померанский шпиц абсолютно не боится больших собак и запросто может кинуться на них с лаем и спровоцировать конфликт. Следует быть осторожными с праздничными салютами или петардами, так как собака может напугаться громких хлопков. Нельзя оставлять собаку одну в машине, особенно в жару, она может получить тепловой удар. Если планируется выставочная карьера, щенка сразу необходимо приучать к большому скоплению людей и прогулкам в шумных местах. В питании померанские шпицы неприхотливы. Правильно подобранного корма будет вполне достаточно. Главное не забывать про витаминные комплексы в период весенней леньки и следить за тем, чтоб у собаки всегда была вода. В плане вязки нужно правильно подойти к весу, сука должна быть от 2,5 кг, а кобель – от 2 до 2 кг 200 г. Из-за небольшого размера могут возникнуть проблемы с рождением щенков. Как правило, их в памяти до трех. Если сука агрессивна к кобелю, то она не готова к вязке. С 11 по 13 день течки – оптимальны для оплодотворения, хотя нельзя не учитывать и индивидуальные особенности. Беременность длится до 64 дней. Померанский шпиц – собака деликатная, как уже говорилось, единственное, с чем не удастся смириться, это шум и лай. За испорченную мебель и изжеванные ботинки можно не беспокоиться, такого быть не должно. Стоит признать, что померанским шпицам очень нелегко дается одиночество, поэтому, покидая квартиру более чем на несколько часов, собаку лучше брать с собой, если есть такая возможность. Расставания для нее будут настоящим мучением. Не исключено, что соседи поначалу будут жаловаться на затяжной плач, доносящийся из-под входной двери, чем кормить померанского шпица. Продолжительность жизни вашего любимца и возникающие болезни напрямую зависят от качества питания. Оно должно быть сбалансированным, насыщенным необходимыми витаминами и минералами. Не вся еда, которую употребляет человек, подходит животному. Можно кормить шпицев готовыми кормами, а можно комбинировать сухую пищу с постепенным введением кисломолочных продуктов, мяса, фруктов и овощей. Прежде, чем вводить в корм питомца минеральные и витаминные комплексы, посоветуйтесь с ветеринаром. При кормлении собаки натуральными продуктами в меню должны входить продукты. Нежирное отварное мясо, говядина, грудка индейки или курица без кожи. Отварные суп-продукты, вареная морская рыба без костей. Растительное масло, добавляется в еду. Кисломолочные продукты, крупы и рис, геркулес, гречка, не больше 10% от дневной нормы питания. Овощи, фрукты и сухофрукты, шпицам нельзя давать пищу, приготовленную для людей любую острую или жирную пищу, сладости, макароны, молоко, мелкие или трубчатые кости. Полностью исключите сосиски и колбасы, жирную свинину. Пища не должна быть холодной или горячей, только комнатной температуры. Некачественная вода способствует нарушению обмена веществ, а кипяченая не подходит. При кормлении сухими кормами выбирайте корма премиум класса, чтобы быть уверенным в здоровье своего любимца. Обращайте внимание на ингредиенты. Хорошая корма содержит мясо, рыбу, печень и прочие субпродукты. В них должно быть достаточно витаминов группы А и группов. Выбрав корм, без крайней необходимости его не меняйте. Добавки к корму будут нужны только в случае болезни, неправильного питания или если у собаки щенки. Не следует давать витамины или минералы, если их не рекомендовал ветеринар, чрезмерное количество может быть хуже их недостатка. Представители породы померанский шпиц склонны к ожирению, поэтому стоит выработать четкую схему кормления. Рацион должен соблюдаться неукоснительно, собака быстро набирают лишний вес, после чего очень сложно вернуть ей прежнее состояние. Порция должна быть такой, чтобы собака съедала ее полностью. Особенности питания. Кормление по возрасту. От 2 месяцев, 5 раз в сутки. От 2 до 4 месяцев, 4 раза в сутки. От 4 до 6 месяцев, 3 раза в сутки. От 6 до 8 месяцев, 2, 3 раза в сутки. С 8 месяцев, 2 раза в сутки. Важно помнить о том, что резкая перемена корма может вызвать у щенка расстройство желудка, а следом очень быстро наступает обезвоживание, что чревато многими болезнями. Если вы хотите поощрить собаку в течение дня, используйте кусочки сыра или вареного мяса. А какой характер у вашего питомца? Напишите в своих комментариях. Спасибо вам за просмотр, заходите к нам на канал смотреть другие наши видео. Всем пока.